Привет дорогие мои друзья! С вами снова я, говорящая Чихуахуа Софи из Таиланда. В нескольких коротких роликах мы поговорим на медицинские темы. Это второй ролик. В прошлом медвидео я сказала свое мнение по поводу родов. И я считаю, что такие серьезные вопросы здоровья решать нужно только заводчикам и ветеринарам. А в этом видео я раз и навсегда скажу свое мнение о витаминах. Что? Все молчали. Ну вот. О, цветочек, какой ты миленький. Ты так пахнешь, ты такой красивый. Мы уже снимаем. А, да? Ну так вот. Скажу честно, я не принимаю никаких витаминов. Я питаюсь хорошим кормом и иногда мне дают овощи и фрукты. И очень-очень редко я могу выпросить кусочек курочки. А сыр только при дрессировке в минимальнейших количествах. А в Таиланде сыр найти так сложно, что я вообще теперь сыр не ем. Поэтому про витамины сложно сказать что-то конкретное. Все хозяева разные, собачки у них тоже разные. Это тоже очень серьезная и осторожная тема, в которой не все понимают, что хорошо и что плохо. И избыток и недостаток витаминов вредны. Поэтому вместо того, чтобы читать о различных витаминах и покупаться на рекламу, лучше всего посоветоваться с вашим заводчиком и ветеринаром перед покупкой витаминов. Иначе ваш песик может очень пострадать. Есть мнение, что щенкам нужно давать алиат кальция, аскорбиновую кислоту. Ее, кстати, можно давать и взрослым собакам. Но я считаю, что лучше смотреть по состоянию здоровья. Если ваш щенок или собачка игривая, веселая, жизнерадостная, у нее все хорошо с шерсткой, ушками и зубками, и она ничем не болеет, значит ей достает всех веществ и микроэлементов из корма или другой еды. Если же вы переживаете на эту тему, то лучше всего узнать у заводчика или ветеринара все о витаминках, конкретно для вашей собачки, потому что все очень условно. Запомните главное в питании. Пагубно действует на пищеварительную систему собак этой породы, рыбий жир, да и вообще любые продукты, отличающиеся повышенной жирностью. Такая пища не переваривается у нас, в связи с чем может возникнуть диарея. Если уже вы все-таки решили самостоятельно давать какие-то витамины вашему малышу, обязательно читайте подробную инструкцию, потому что очень важна дозировка на вес вашего малыша. Так думаю я. В третьем медвидео я скажу свое мнение о прививках. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, ставьте лайки, вступайте в мои группы ВКонтакте и будет вам счастье. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok